Есть три вида источников, ну для меня по крайней мере, есть источники большие люди, министры, замминистры, и на самом деле они для меня менее ценные, чем второй вид источников. Второй вид источников это люди среднего звена, ну скажем, если мы берем ФСБ, это люди не старше майоров, вот майор это уже наверно топ, если выше у него огромное количество обязанностей, обязательств и он не может с тобой общаться нормально. Ну он уже и выходит из зоны общественной нравственности. Правильно, и у всех у них разная мотивация, конечно самые ценные были те, которые разделяют мой взгляд на мир и на то, что происходит, ну как бы в сравнении все не очень хорошо. И они хотят, чтобы было лучше. Именно, ну вот я пересказываю буквально, я когда-то выходил вот из редакции и стоит на пороге человек, стоит и говорит там, вы Роман Анин? Я говорю, да, меня зовут так-то, я вот из такой-то службы, я говорю, интересно, ну сразу первая идея провокация какая-то. Ну конечно. Нет, оказывается очень хороший парень моего возраста, который работает в своей службе, понимает, что начальство не дает ему возможности бороться с преступностью так, как он считает нужным и он обращается ко мне для того, чтобы реализовать свой нереализованный потенциал. Другие люди, конечно, делятся с тобой информацией, потому что она им выгодна, если эта информация будет в паблике, но мне плевать на их мотивы, честно говоря. Понимаю. Мне важно, чтобы это было правда и общественно важно.